Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую. Меня зовут Ирсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Постараюсь все читать, когда есть время. Давайте сегодня посмотрим. Сегодня я делала письменный расклад на Дзене. И тема была, как там правильно, новый мужчина на пороге и для чего он идет. Поэтому давайте посмотрим, какой мужчина на вашем пороге и для каких отношений, либо вообще для чего, для каких целей этот мужчина идет к вам. Давайте посмотрим, будет расклад на одну позицию, он будет общий, таро ведающий сегодня у нас в работе. И посмотрим, так как расклад будет на одну позицию, поэтому будет сигнификация ваша, что покажут карты, чтобы вы понимали. Мне вчера в комментариях девушка одна написала, зачем мы смотрим прошлое, мы смотрим не прошлое, мы смотрим вашу сигнификацию. Для чего? Для того, чтобы понять, ваш расклад это или не ваш. Я могу перестать делать сигнификацию, занимать время, поэтому, да, если вам проще без сигнификации, вы тогда можете не понимать, ваш расклад это или нет. Но если хотите, пожалуйста, да, можете смотреть. Без сигнификации мне не жалко. Давайте посмотрим. Кто вы на данный момент? Что вы за человек? Каких энергиях вы сейчас? Королева воздуха. Вы сейчас подводите итоги и выходите в ноль. Здесь может быть обнуление, могут быть чистки, может быть медитации, в общем, все, что угодно. Письмо обид. То есть здесь женщина сейчас прорабатывает свою осознанность. Здесь девочка, девушка, женщина, неважно кто вы. У вас была именно любовь, карта любовь и боль, проседание в любовной сфере. От мужчины вы получили нож в спину. Очень болезненная ситуация. Действительно, знаете, это может быть предательство, когда вы не ожидали от человека такого нож в спину, может быть. Может быть еще куча-куча каких-то ситуаций, когда человек вас предал. Может быть предал любовь вашу, предал финансы, а может быть все, что угодно. То есть здесь такая ситуация, когда, может быть, даже это было из-под тяжка. То есть вы здесь не ожидали и получили вот этот вот нож в спину. Здесь какая-то очень болезненная ситуация. Так, не видно вам карты. Вот так вот, да? Так вот видно. Так, поэтому сейчас на данный момент вы королева воздуха, королева мечей. Вы можете сами по себе просто быть воздушной стихией или асцендент у вас воздушной стихией. Но мы спрашивали, кто вы на данный момент. Поэтому здесь просто показывают скорее ваше состояние на сегодняшний день. Состояние, когда вы не готовы дарить чувства, дарить любовь. Вы подзакрыты. Но это можно понять почему. Потому что была болезненная ситуация. Здесь у вас сейчас, вы знаете, как-то может даже получиться так, что вы в глубоких раздумьях. У вас где-то вы отстранились от этой ситуации, ушли из нее. И глубокие размышления сейчас идут. Карта мира, подведение итогов. То есть вы сейчас как бы погружены в свой собственный мир. У вас есть собственный мир, в который вы не готовы кого-то впускать. Может быть, вам и хочется впустить кого-то, но пока не готовы. Здесь вы сейчас подводите итоги. Как раз таки, может быть, кто будет смотреть сегодня. Сегодня у нас какой? 26, по-моему, да, декабря. Если вы смотрите сегодня, то как раз таки может совпасть с Новым годом. Хочу оставить все вот это, то, что было в этом году и в Новый 2022 год в новых энергиях с новыми начинаниями. Все, что плохое, пускай остается в старом году. Может быть, просто у вас так совпало. Кто будет смотреть позже или уже в 2022 году, здесь понятно, что просто вот у вас сейчас такой вот период в жизни. Да, какого-то окончания, подведения итогов, закрытия ненужных связей. Вот. И здесь проработка именно как себя. Здесь женщина осознанная. У вас какое-то вот ускорение в жизни началось, то есть какое-то движение после периода застоя. А возможно, вы перестали вот, знаете, как сидеть вот в своей скорлупе, начали выходить в люди, общаться с кем-то. То есть здесь вот какая-то такая вот внешне вы можете, конечно, быть немножко отстранены от каких-то, знаете, таких вот житейских проблем. Больше здесь, конечно, у вас внутреннее ваше показывает состояние, что вот у вас проработка, отстранение от этой самой ситуации идет. То есть вы от нее отошли или сама ситуация от вас на данный момент сейчас отходит. Но карта шута говорит о том, что у вас здесь вообще сейчас вы играете только по своим правилам. Да, вот у шута здесь карты, поэтому вы сейчас играете только по своим картам. Кстати говоря, вы можете увлекаться картами Таро. Здесь тоже такое, может быть, обучение тоже проходите, либо смотрите расклады на Ютубе. Но не только мои, а вообще в принципе. Вот, но ваше внутреннее как-то состояние, да, вот больше как пассивное раздумывание, размышление. Вот, при всей своей, может быть, внешней какой-то активной деятельности, но вы вот очень погружены в себя. Выход на новый уровень у вас сейчас происходит в вашей осознанности, в вашей голове даже какие-то, знаете, смещение приоритетов у вас происходит здесь. Да, вы на чем-то ставите точку. Здесь вы на чем-то ставите точку, очень сильно размышляете. Карта четверка мечей, карта, опять-таки, пассивности внешней, может быть, да, какая-то даже пассивность у вас. У кого-то наоборот, да, при всей своей вот этой вот, у вас, или знаете, как больше здесь подойдет, потому что здесь карта ускорения и карта покоя. То есть у вас как-то с периодами, да, то я очень активно-активно, то потом бах, ухожу на проработку себя. То есть вот как-то немножечко еще не очень стабильно ваше поведение здесь может быть, да, но по тузу воздуха вы ставите на чем-то точку, на какой-то болезненной ситуации, связанной с мужчиной, скорее всего, это любовная тематика. Но у кого-то может проиграться всегда, двойка кубков это не всегда любовь, это может быть какое-то партнерство, к примеру, когда у вас был с партнером бизнес, он вас предал. Здесь такой тоже может проиграться, так как расклад общий, у меня тут почти на этом канале 50 тысяч подписчиков, поэтому ситуация может быть и такая, да. Но вы опять-таки, неважно здесь любовная сфера, сфера финансов, либо партнерство какая-то, рабочая сфера, здесь точку вы ставите. Ну, опять-таки, показывается, как-то у вас здесь немножко нестабильно, да, то вы можете вот очень-очень активный, то период спад какой-то, да, то есть период погружения в себя у вас идет. Немножко еще нестабильно ваше психическое состояние, да, вот психика немножко, вот она еще туда-сюда ее волтузит. Ну, опять-таки, с чем это связано, с какими-то вот прошлыми отношениями, вот с прошлым, вот с мужчиной из прошлого, так правильнее будет сказать. Давайте посмотрим, кто у вас, какой мужчина на вашем пороге. Вообще, хотелось бы, конечно, нового. Новый мужчина на вашем пороге, да, давайте зададим так. Новый мужчина на вашем пороге. Ну, может быть, он уже пришел, и вы просто хотите посмотреть, для чего он идет. Новый мужчина на вашем пороге. Покажите нам нового, мы не хотим старых, мы хотим новых. Новый мужчина на вашем пороге. кто это знаете как у вас здесь смотрите у вас здесь карты показывают сколько у кого еще человека не пришел да очень многие девочки пишут что у ко мне еще не пришел есть вам совет дают карты вот они прямо говорят так видно вам да вот они вам говорят чтобы пришел новый мужчина надо прощаться с прошлым отпускать ваше прошлое потому что ваше прошлое держит вас в отшельниках вы не можете отпустить ситуацию из прошлого вы цепляетесь за прошлые отношения за прошлого мужчину который сделал вам больно и а эта ситуация да вот эти энергетические связи там не хотели отпускать прошлого вгоняет вас состояние отшельника то здесь карты вам говорят если грубо говоря перевести да на русский язык они говорят для того чтобы ты хочешь если ты хочешь чтобы пришло что-то новое надо отпустить что-то старое то же самое да аналоги с с ремонтом я делаю ремонт в квартире в комнате и для того чтобы поклеить новые бои внести новую мебель купить и какие-то изменения в моей комнате произошли я сначала должна оборвать ободрать старые обои их выкинуть и унести старую мебель то есть для того чтобы что-то новое в мою комнату пришло в виде обоев в виде там пола ламината еще чего-то надо мне сначала старые ободрать до снять и вынести поэтому вот вам здесь карта то же самое потому что у вас как только карта прощания как только вы попрощаете со своим прошлым как только вы поставите на нём точку у вас сразу начнется у вас перспективы карта партнерства да это тройка жезлов это у вас откроются какие-то перспективы в отношениях чего в отношении партнерства опять-таки партнерство это может быть и план финансов новый партнер к примеру к вам придет по поводу работы вашей либо партнерство это любовная сфера 10 человек здесь вы с опытом вы уже знаете какой определенный человек вам нужен здесь вы точно знаете какими качествами должен обладать ваш человек то есть абы кто вам здесь не нужен и по этим картам здесь я бы даже сказал что вам нужен человек ну не для найти история одной ночи это не про вас вам нужны стабильные длительные отношения здесь женщина которая готова к браку к созданию семьи если у нее уже есть как бы детки да то она просто готова к стабильным отношениям если у вас нету деток то здесь женщина как бы уже готова да даже деток завести но с тем человеком которому она будет да вот доверять вот поэтому здесь вот совет вам такой карты дали это даже не какой мужчина на пороге а здесь вам совет дали кстати говоря на новом канале наверное напишите просто нужна будет техника вам медитация по поводу отпускания или обрывания энергетических связей с бывшим партнеров и отпускание прошлого три медитации есть если ей если вам интересно напишите пожалуйста тогда я их тоже запишу на видео либо можем онлайн провести так новый мужчина на пороге какой же новый мужчина на вашем пороге здесь опять прошлое показывает здесь показывает прошлое что вот в отзывы красавчик у вас здесь был до карта искушения то есть вот такой вот красавчик был у вас да и этот красавчик в состоянии неопределенности вас гонял потому что здесь две женщины королева земли императрица то есть вы можете быть этой императрицей и у него была еще какая-то женщина которая тоже до считала его своим искушением либо вы были этой женщины а у этого мужчины есть жена и либо эта мать до который тоже считал его лакомым кусочком я никому отдавать не хотела но эта ситуация вгоняла в неопределенно подвисшее состояние тупик вот он искушал вас обеих а по факту остался ничей хорошо это опять просто нам дайте нового мужчину пожалуйста не прошло нового мужчина кто на пороге новый мужчина новый мужчина ох здесь у нас король воздуха идет король воздуха это мужчина воздушные стихи кстати говоря в этой карте он не очень напоминает один почему-то у меня вот с этой карты именно в этой колоде ассоциация с нам идет вот значит кто такой король воздуха он прототип у меня по крайней мере тоже в ассоциациях прототип этого императора да то здесь мужчина может быть воздушные стихии может быть работать с металлом носить форму униформу мужчина достаточно жестковатый не жестокий жестковатый авторитарным может быть чувство держит под контролем здесь он не будет распыляться сиренада под окном пить и так далее и тому подобное здесь если человек вот король воздуха будет пить вам сиренада под окном или же какие-то цветочки там ухаживание красивые стихи просто знайте что он просто сходит с ума потому что короля воздуха вот для такого состояния довести это надо уметь да то есть здесь он должен быть настолько влюблен чтобы вот такими вещами заниматься поэтому если он у вас такими вещами будет заниматься знайте что вы точно растопили его сердце вот мужчина достаточно зрелый даже может быть сединой кто смотрит для кого это актуально да здесь может быть какие-то вот седина уже то здесь опыт какой-то есть но если вы естественно смотрит там вам 20 лет то здесь может быть и не седина это общий расклад просто как вариант да то есть карты показали мужчину но потому что короли воздуха они уже такие с опытом где-то от 40 лет может быть вот так вот но опять-таки расклад общий я не акцентирую внимание на возрасте вот король воздуха он идет к цели он может быть не многословен до такой аля челябинский сухарек вот но тем не менее вот он очень страстный любимый может быть с теми кого именно знаете как вот он подпускает близко к себе вот не всегда делится планами да вот он слушает слушает мотает на ус а потом делает так как ему ему надо вот поэтому здесь вот такой вот мужчина мудрый да так как у него здесь опыт есть и есть мудрость потому что здесь черный ворон а ворон это символ интуиции символ мудрости особенно черный поэтому здесь вот мужчина такой с мудростью с проницательностью кстати говоря здесь этот мужчина обращает внимание на детали на какие-то к примеру он обратит внимание что у вас новая причина либо новый маникюр там вот этот мужчина именно такой вот он знаете как-то вот будет на это внимание обращать на какие-то мелочи подмечает вот он нет не пропускает если король воды или король кубков может найти мимо ушей тому даже и не заметить что у вас там и волосы на 30 сантиметров стали короче этот мужчина он заметит он обращает внимание на детали давайте посмотрим сейчас я всю колоду возьму сейчас я разложу и буду вам говорить видно вот так видно вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, что у него будет, в общем-то, мужчина идет, да, вот он, какими... Что у него в прошлом здесь было, я спросила, было какое-то разрушение у него в жизни, карта разрушения, карта башни, да. Здесь у человека были какие-то тайны, он хорошо, у него развитая интуиция, и он здесь... Были тайны, да, карта ведающей, карта верховной жрицы, это карта тайн подводных камней, да. С семеркой мечей это какая-то подлость в отношениях была, в любовной сфере. Я именно спросила, что было у него в личной жизни, да, здесь показывают, что вот в прошлом было какое-то разрушение, какие-то ситуации, когда его предавали, когда, может быть, там женщина изменяла ему, да, не знаю, там был не один в отношениях. То есть здесь вот такая история, то есть здесь человек тоже жизнь подбила, какие-то отношения, которые болезненны были для него, это однозначно да. Вот, но он уже карта путешествия, карта шестерка мечей, то есть он ушел, вышел из этих отношений, и он готов, открыт для новых отношений. То есть если вы знакомы его, то вы понимаете, что он готов к отношениям, да, было какое-то предательство в прошлом, но он от этой ситуации отошел, отъехал, уехал, там переживал и выплюнул ее. И он открыт для новых отношений, открыт для того, чтобы создать какие-то крепкие отношения. Если вы его знаете, да, если вы его не знаете, то вот на момент знакомства я не вижу здесь никакой женщин. То есть здесь не будет ни треугольников, ни четырехугольников, здесь мужчина будет один. Вот, это однозначно. Какое у него будет финансовое положение? Очень хорошее, честно говоря. Здесь у него карта четверка, четверка пентаклей, это у него будут денюжки. Он ресурсный человек, да, человек, который, даже у него есть какие-то накопления, он может, там, не знаю, какие-то акции, облигации, там, я не знаю, либо счет в банке. То есть здесь человек, он умеет зарабатывать деньги, он любит это делать, и у него это хорошо получается. Вот, у него попытка, знаете, у него здесь какое-то, может быть, у него может быть свое дело, партнерство какое-то, да, либо он, там, не знаю, начальник какой-то. Если он не начальник, то здесь просто все равно человек, вот у него стабильное финансовое положение. У него он достиг какого-то баланса здесь. Хотя в прошлом здесь было такие попытки устоять, да, вот здесь какая-то такая ситуация. Но на момент просмотра, на момент, точнее, знакомства вашего, да, здесь человек уже в хорошем. Четверка – это карта стабильная, то есть у него стабильное материальное положение будет. То есть здесь человек не нуждается в деньгах, здесь человек, ну, я не знаю, там, не в драных носках придет, да, здесь вот такой человек, который может купить себе чистые новые носки. Ну, понятно, да, что это очень утрировано, девочки, просто у меня такой юмер, вы знаете, да. То есть здесь человек, который может обеспечить себя, может обеспечить вас, и он может принять на себя ответственность. Вот, для чего он идет? Для того, чтобы вы ушли от воспоминаний, да, потому что опять выходит десятка мечей, карта девятка мечей. То есть у вас очень много переживаний было по поводу вашего прошлого. Вы не могли отпустить эту ситуацию, прям она крутилась у вас в голове. Это может быть затяжное какое-то переживание. Очень болезненно, очень сильно и очень долго вы переживали эту ситуацию, и отпустить ее вы не могли. И даже сейчас, раз ситуация считала, да, то есть даже сейчас все равно отголоски этой какой-то ситуации еще есть. Вы еще не до конца ее проработали. Но, тем не менее, да, для чего мужчина идет? Для того, чтобы вы поставили точку на своем прошлом, на своем болезненном каком-то прошлом, да. Это может быть мужчина там или что-то еще, какая-то, да, ситуация. Ну, скорее всего, у вас здесь отношения были. И он идет как поставить точку в этих отношениях. Он идет прояснить вашу жизнь, карта солнца, да. И он даже может стать вашим императором, как я сказала, да. Вот он может дорасти. Король воздуха, говорю, у меня все время прототип императора. Вот он и вышел здесь. То есть он может стать вашим императором, вашим, вашим, императором вашего сердца. Вот так вот, да. То есть император, кто это такой? Это человек, ну, я говорю, опять-таки, да, который берет на себя ответственность. Сейчас он, ну, император, он никакой стихии не относится. Он может любой стихии обладать. Вот здесь он, первое, да, что хочу сказать вам, что здесь мужчина по судьбе идет, суд богов. То есть мужчина не просто так придет в вашу жизнь. Он должен был, он должен прийти, и он придет. И этой встречи вам не избежать. Вот. Кстати говоря, здесь он может быть, конечно, там, разведен. Такой может быть. Вот. Как личность человек, да, император и король воздуха, он очень сильный, там, он могущественный. Это лидер в каком-то своем рабочем коллективе, да, и он любит быть главой семьи. Он, вот, да, опять-таки, если сравнивать с королем кубков, это двое разных людей. Потому что мужчина-император, он берет на себя ответственность. И он любит быть главой семьи, и он принимает решения. И он любит быть в центре внимания, да, вот. Не всегда, конечно, но вот он, знаете, как, может быть, даже серым кардиналом иногда быть. Но когда этого требуют обстоятельства, он выходит из тени, он берет власть в свои руки, да, и доводит какое-то дело до конца. Вот. Здесь вот такое, кстати говоря, он может занимать какую-то высокую должность или какое-то стабильное положение. Это что еще здесь? То есть он решительный, продуманный человек. Он может, знаете, как выстраивать какую-то, моделировать ситуацию и идти к ней. То есть со всех сторон про нее подумает, выстроит модель поведения и, да, план действия какой-то сделает. И потом идет к этой цели. Вот. Что еще про него можно... Он любит самоутверждаться и самовыражаться. Вот. Но может быть ревнивый, да, вот. Может быть ревнивый, может быть подозрительный. Это если смотреть на его отрицательные черты. Император, если говорить про отношения с женщинами, он такой тоже авторитет, да. То есть он, во-первых, он не любит, чтобы им управляли. Это управляет он. Такой даже может авторитарно немножко быть. Вот. Ему просто комфортно, когда власть в его руках. И он руководит отношениями. Вот. Если брать короля воздуха и императора в плане эмоций, да, вот он может сдержанным быть, рассудительным, да. Вы можете говорить, что он такой какой-то холодный, не знаю, там. А он не холодный, у него просто очень трезвый взгляд на вещи, да. Его привлекают вот четкие формулировки какие-то обстоятельности, как это по-русски, обстоятельность и определенность. Вот. Это человек, который семь раз отмерит, потом подумает еще раз, семь раз отмерит, потом отрежет. Но если уж отрежет, да, то это действительно будет такое решение с большой буквы. Он возвращаться к этой истории не будет. Поэтому здесь, да, вот опять-таки, если он решил, то это вот безоговорочно и все. То есть вот он решил уже идти к новым берегам, и человеку уже не вернешь в старые отношения. Вот. Если, да, принимает решение, то это раз и навсегда. Вот. Что еще можно... Ну, вот такой человек, да, то есть он идет для прояснения ситуации, он идет для того, чтобы стать вашим императором, он идет для стабильности. Вот. Внутренний, кстати говоря, здесь мужчина по рыцарю огня будет, ну, да, внутренний огонь у него присутствует. Просто он не каждому его показывает. Ну и карта, да, четверка жезлов, карта праздника, карта стабильности. Вот здесь вот два дракона около камина, здесь они наслаждаются друг другом, да, то есть вот он тоже идет и для чувственных наслаждений вам, и для того, чтобы быть за мужчиной, да. Да, недаром говорят, что замужем, это когда ты за мужчиной. Вот. Вот, поэтому и он здесь идет для того, чтобы вы почувствовали себя женщиной, да, девочкой, девочкой. Вот. Идет вам по судьбе, по суд богов, говорит о том, что по судьбе человек вам, вы не сможете избежать этой встречи, да. После периода какого-то ожидания у вас здесь было, да, вот вы обращались к высшим силам, здесь прям запрос висит по этому самому, по иерофанту. Здесь вы отправляли запросы во вселенную, просили мужчину, ждали его здесь. И карта говорит о том, что здесь высшие силы вас услышали, да, и они, это будет новый мужчина с большой вероятностью, все-таки карта шута говорит о том, что это будет новый мужчина, не старый. Ну, расклад общий у кого-то, конечно, может проиграть, но у очень маленького процента смотрящих это будет старый мужчина. Но в основном, вот у большинства девочек это будет именно новый как мужчина, которого вы не знаете. И он идет опять-таки для вот, для прояснения, да, вы с ним почувствуете себя вот девочкой, королевой воды, девочкой, девочкой. Вы откроете в себе какую-то женственность, да, то есть вы перейдете от холодных энергий королевы мечей, перейдете в такую вот классную женскую энергию королевы воды. У вас даже внешность как-то поменяется, черты лица, вы это заметите. Потом вот обратите внимание, потом посмотрите, у вас даже поведение поменяется. Может быть, больше женских даже вещей, там, юбки какие-то, может, обновите гардероб. То есть вам как-то захочется, знаете, еще больше заботиться о себе, чувствовать себя красивой, потому что в его глазах вы вот будете такой красивый, желанный, да, и будете чувствовать как плечо такое вот мужское. Вот, ну и здесь вот, я говорю, здесь вот как, он идет как вознаграждение, как дар богов какой-то. Здесь они услышали, здесь карты говорят о том, что вы ждали этого мужчину, вы просили, и вы здесь допросились, дождались, да, вы уже бедные высшие силы достали, и они сказали, ну на, получай. Какие отношения у вас могут получиться? Какие отношения у вас могут получиться? Какие отношения у вас здесь могут получиться? Здесь говорят, что у вас могут получиться отношения, если вы здесь, здесь просто понимаете, вы будете выбирать. Здесь карты говорят, у вас будет очень судьбоносная карта судьбы. У вас будет очень судьбоносный выбор между старым, оставаться в старом, в отшельниках сидеть. Опять-таки, помните, первое, что мы выложили, вам сказали, вам надо уходить от прошлого. Вот если вы не уйдете от прошлого, в этой ситуации опять и зависнете. То есть для каких отношений, ну это просто мужчина пройдет как-то мимо вас. Будете общаться, но потом общение прекратится. А если вы все-таки уйдете от прошлого, если вы все-таки уйдете от вашего прошлого, а вы станете императрицей, здесь карта императрицы. Слушайте, еще здесь главное самое, что интересно, карты показали, что он будет вам очень сильно нравиться. Прям вот очень сильно нравится внешне. Может быть он, конечно, не будет совсем ваш типаж, но потом со временем он вам очень сильно будет нравиться. Знаете, вы будете думать, какой красавец, именно для вас он будет красивым очень. Для любви он идет. Здесь опять карты говорят, что вы будете немножко сомневаться здесь по поводу прошлого. Но вам говорят, не сомневайся, принимай решение быстро. Быстро принимай решение, потому что, я извиняюсь, можете профукать свое счастье. Потому что здесь никакого-то промедления нельзя. Либо вы остаетесь в том подвешенном состоянии, либо идете вперед. Отпускаете обиды, работаете над собой, делаете выбор. Карта выбор. Демон и ангел. Да, вот кого вы выбраете, либо демона, либо ангела. Но решение принимать, то есть затягивать с решением здесь тоже нельзя. Как-то пока не показывают, какие отношения-то здесь будут. Здесь все говорят про выбор. А какие отношения-то будут? Здесь опять предательство. Здесь вам надо, знаете, прощание с чем стройка мечей. Перекратите соперничать сама с собой. Знаете, как-то воевать сама с собой. Здесь надо уходить из этой ситуации. Да что дальше-то будет? Вы как в плену этих, вот знаете, в плену своего прошлого здесь карты показывают. В плену. Вы не можете идти вперед, потому что вы сами себя здесь ковали. Хотя здесь можете любить. И вас могут любить. Да, здесь у вас очень хорошие здесь отношения могут получиться. Если работать над собой, да, здесь вы сначала как-то как друзья будете общаться, вот показывают. Здесь какое-то вот общение как дружеское сначала. Вы узнавать друг друга будете. То есть пока прям, знаете, вот он может вашим императором быть, но здесь надо вот вам уходить от прошлого. Подумайте, подумайте, что вы хотите. Вот карта вам говорит, подумайте, либо зависаем в прошлое, либо идем в будущее. Ну вот я говорю, здесь он как-то, знаете, сначала вот здесь роман показывает, а потом, возможно, семья. Вот, наконец-таки я дождалась. С чего же мне показали. Смотрите, сначала у вас будет карта тройка кубков. Вы даже можете где-то познакомиться в интернете, на празднике на каком-то, где людей будет больше, чем двое, да. И вы сначала будете общаться как друзья какие-то. То есть сначала, не сразу, вот он в омус головой там, привет, я там тебя люблю, давай жениться, такого не будет. Это что-то из ряда фантастики. Здесь именно человек, вы будете неспешными шагами. Сначала у вас будет какой-то роман, какое-то общение, да. Вы можете ходить на свидание, либо там переписываться, общаться. Потом вы встретитесь, да, и потом, только потом уже будет вот карта семьи. То есть здесь не сразу. Здесь, если вы хотите там в течение месяца выйти замуж, однозначно нет. Здесь карты такого не говорят. Но здесь именно как вот неспешно вы будете узнавать друг друга все плюсы, все минусы, да. Не такое вот как-то бездумное, да, вступание в отношения, бездумное вступание в брак, чтобы потом не пожалеть. Здесь нет. Здесь именно вы сначала в какой-то период времени будете встречаться, будете общаться, узнавать друг друга, принимать друг друга со всеми своими плюсами и минусами, вот. А потом вы можете дойти до... Ну, по крайней мере, я не вижу, чтобы это была официальная семья, да, но все-таки, как может быть, да, даже официальная семья, это не исключено. То есть здесь надолго мужчина идет в вашу жизнь, да, до создания каких-то длительных стабильных отношений. Даже больше ничего не буду доставать, наконец-таки я добилась от карт. Только вот смотрите, сколько я карт выбрала, и все карты говорили про ваше прошлое. Поэтому и здесь вам карты советуют задуматься о вашем прошлом, об отпускании вашего прошлого. Девочки, я вас всех люблю, я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Пусть все плохое, вот это прошлое останется в вашем прошлом, пускай оно не влияет на ваше будущее и настоящее. Отпускайте, прорабатывайте, чтобы скорее мужчина пришел в вашу жизнь для стабильных отношений, чтобы у вас все получилось. Любви вам, здоровья вам и вашим деткам, счастья и исполнения мечтаю. Всех люблю, всех целую, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok